Сейчас мою везде пол шваброй Веледо с ведерком. Этот набор я покупала несколько лет назад и совсем недавно купила вот такой набор. Это Кюхленд с вот такой вот насадкой. В общем, два раза пробовала мыть пол вот этой вот шваброй. Мне не нравится. Сейчас расскажу вам разницу. Во-первых, она круглая. Тряпка очень быстро пришла в негодность. Один раз пробовала ее стирать в стиральной машинке, но толку никакого. Пожалела вообще, что в стиралку положила, потому что, знаете, такое чувство, что эта тряпка вот она одноразовая. И когда моешь, то вот начинаешь мыть, да, это она сухая. Когда она мокрая, то она вот так вот вся скатывается, как-то вот так вот собирается, когда моешь. И неудобно, и грязь вот так размазывается, ну вот всякие мелкие крошки. В общем, в принципе, она неплохо собирает мусор на себя, потому что смотрите, сколько мусора. Но в первоначальный вид эту тряпку привести практически нереально. Прополоскать ее тоже практически нереально. Хотя это ведро, оно классное. Оно, когда нажимаешь, сейчас покажу вам. Отжим идет очень слабым в сравнении с тем, как вы можете отжать вот в этой веледе тряпку. Здесь совсем другой отжим, там, допустим, все по кругу, а здесь отжим вот так. Раз, отжали. Самое главное, много воды не наливать. Все, тряпка сухая. Раз, и готово. Руками ничего трогать не нужно. И там руками ничего трогать не нужно. Но там совсем другая тряпка. Она вот так вот собирает все. Видите? И у нее наклон. Можно вот так ее наклонить и спокойно помыть под кроватью. У нее очень классный наклон. Это швабра. Во-первых, ее так просто не наклонить. Видите? Нужно перекладывать усилие. Вот мы ее согнули. И начинаем мыть. Но из-за того, что вот эта насадка, она все время вот так скатывается, в итоге получается, что вы просто развозите грязь под кроватью. Вы не видите мусор, который там нужно собрать. Пыль, грязь. Вы этого не видите. И в итоге получается, что вы под кроватью у себя просто вот так все размазываете. А этой тряпкой можно, вот смотрите. Вот видите, она по-всякому поворачивается, как удобно. Вот так, видите, можно ее вот так. Чуть-чуть захотели ее, можно вот поворачивать. Вот достаточно так вот раз. Допустим, упором ее поставили. И вот так раз. То есть вы можете это регулировать. Здесь же этого регулировать нельзя, потому что у нее только вот вверх-вниз, вверх-вниз. Все. То есть она не может вот так двигаться. Кто-то пришел. Мама, привет. Здравствуйте. Привет. Здравствуйте. Ну что, мы уезжали сегодня, какая-то красивая. Прибираетесь? Да. Сравнение. Швабр делаю. Все это я выкидываю. Фигня. А что, она не трудится? Это же подделка. В сравнении, это Кюхлэнд, мам, я у них в официальном магазине покупала. Это подделка. Под тайских девочек. Я просто думала, что не ломается. Вот мы в Таиланде увидели у уборщицу наших и захотели купить с Лешей. А она даже рядом не стоит с тем, какая у них. Вот так. Вот моя веледа шикарная вообще. А Леша хотела выбросить, еще, по-моему, заберешь. Слава Богу, не выбросил, легко все. Что, активиста, шаги, Алиса? Леша в табрис, Алиса почти до 9 вечера в развивашке сегодня играет. А что это на ночь глядели? А там ребятки, она играет. Смотри, чехлы какие купили. Чехлы. Красивые. Сегодня оденем чемоданы. Все понятно. Ну и придется Лешу мне ждать. Мне же надо инструкции получить по управлению домом. Я же дома управительницы теперь буду. Да. Да, теперь у меня две квартиры. Я хочу в этой, хочу в той. Что у тебя такое красивое тут? Да. А, я думала, у тебя логотип выше, а у тебя булавочка. Да, это булавочка. От сглаза. Да, да, да. Молодец. В этот раз снова с собой беру сумку Пума Селена Гомес. Очень удобная, спортивная. Вот такая вот. Мне она нравится. Сейчас покажу вам, как смотрится. Ее, правда, не застегнула. Вот так поеду. Сначала думала леггинсы одеть. Перелет тяжелый. Думала в леггинсах поеду. Потом думаю, нет. Нужно что-то попорядочить. В общем, одела вот этот костюм. Красивый цвет, пыльно-розовый. Вот, сумочка. Короче, по-спортивному. Но зато удобно. С таким перелетом, знаете, у нас сначала будет 4,5 часа полет. Потом 2 часа мы отдыхаем или 3. И потом 6 часов опять летим до Бангкока. Так что, ребят, модничать некогда будет. Главное, чтобы удобно, чтобы живот мне не стянуло. А то у меня это вечная проблема, что потом болит живот после перелетов. Вот так. Подушку берем. В Барселоне покупали. Очень мне она нравится. Берем Алису. Берем Алису, красотку. Алиса у нас тоже поедет в костюме. Джусси Кутюр покупали ей. Был немножко большой. Сейчас самое то. Тоже животик не давит. Ну-ка, да, покажу. Животик не давит. Хороший костюм. Все будет хорошо. Футболочки новые купила. Давайте одну вам покажу. Вторая уже в чемодане. Любимка. Дай мне показать футболку. Короче, прикольные футболки. С запасными частями. Остальные запасные части у нас. Тоже в чемодане. Смотрите. Девочке можно менять платье. Вот такая вот девочка. И вот так вот одевается платьишко. Еще у нее зеленое платье. А на другой футболке девчонка такая смешная. То ли язык показывает, то ли что. Не помню. На голове короны. И держит какую-то игрушечку. Тоже все заменяется. Потом вам как-нибудь покажу. Еще мне знаете, что понравилось? Абра-кадабра сзади. Смотрите, как сделано. Как будто на обратной стороне. Ну, прикольно смотрится. Так. Алиса, не упади, пожалуйста. Алиса, не упади. Вот. С собой беру... Ребята, ты и я. Ты и я. Мы с тобой друзья. Не дури. С собой беру наушники. Недавно себе купила классные наушники. Сейчас покажу вам. Леша там с мамой. С детью Сережей рассуждает. В общем, мамы пришли с детью Сережей нас проводить. И там они то ругаются, то нормально, то опять ругаются. Сегодня такие разборки были. Детью Сережу нашли переписку в телефоне. В общем, мне очень приятно маме было. Вот такие наушники классные вообще для айфона. Леша мне их зарядил. Шикарные. Не люблю я наушники, которые у уши засовываются. Вот. Утюбейте меня. Не люблю. Не нравятся. После них у меня уши болят. А после таких ничего не болит. Поэтому я решила, что это выгодное вложение денежных средств. Вот так. Смотрите, какое качество. Класс. И здесь вот такой карабинчик. Можно их куда-нибудь на рюкзачок, например, повесить. Но я их складываю в сумку. Вот так вот. Много всего я беру, как всегда. Но, в принципе, всегда все одинаковое. А эти волосы надо мазать? Да. Куклу не мажь. Если с собой возьмешь, она все испачкает потом. Пожалуйста, не бери. Ты и я. Ты и я. Сейчас покажу вам классный бальзам. Маме отдала, потому что полбутылька осталось. И очень жалко его, знаете, выбрасывать. Он реально классный. Сейчас покажу. Новые чемоданы. Американ туристер. Точно такой же. Вот такого цвета. Вот видите. Вот такие натяжечки мы для них купили. Чекольчики. Ну, я вам показываю. Так, куда я пошла-то? Ребята, вот я. Вот, смотрите. Вот такой бальзам. Он с парфюмом. Пахнет парфюм на волосах 2-3 дня. Ну, то есть до первого мытья головы. До следующего, точнее, мытья головы. Обалденно. Понюхайте. О! Обалденно. Вот этот вот парфюм. Вот, ну, пахнет цветами. Свежими цветами. Их было несколько вариантов. Я в таблисе покупала. Вот такая упаковка, их какая-то желтая. И волосы реально классно пахнут. Очень долго. Хорошие, да? Мама думала, что я туалетной водой побрызгалась. А это у меня волосы пахли. Представляете, я вчера к ней приходила. Да, вот тут масочка пингвиньи этой маме оставляет. Это Лисинка сегодня по девочке делала. И вторая у нас дубайская подушечка. Тоже очень нравится Мемори. Ну, тоже ее с собой, наверное, возьмем. Вот две подушечки. Не побывайся. Дочь, ты что, выйти в просор поедешь, что ли? Конечно. Я вот в этих хотела, чтобы ты не поедешь. С тобой возьми сумку. Не, куда я? Ну, сумку затолкаем, он в пакет, в мешочек и в сумку. Просто там жарко будет, в носок будет. Нормально здесь пока. Здесь пока холодно еще будет. Что, 20 градусов всего сказали вечером будет. Уезжают на целый год, когда я к ним поеду. Может, в октябре, может, в Новый год поеду на Новый год. А может, вернемся через два месяца. Ага, сейчас. Ну, мы же едем туда, где у меня пойдем. Так, это что, берешь? Вот это? Да, обязательно. Ну, все взяла? Да, сейчас скажу. Мамышка, голая, давай. Супер, супер, супер. Юля, я потом все приберу в квартире и возьму, что мне надо. Мама, дави на газ, я хочу на газ. Пойдем. Икра, шпроты, икра. Диета. Диета, все дела. Михалыч, дави на газ, я хочу на газ. Шпроты, икра. Нет, нет, шпроты, олени, икра и полувзрыв. Маленький Феликс. Он просто хочет ласки, тепла. Затем баба не взяла того котика? Какого? Бакон уличный. Пока. Мы сейчас в бизнес-лаунже в аэропорту Краснодар. Ждем посадки на наш самолет. Вот. Я себе взяла печеньки, чаек. В общем, здесь все так скромненько. Алисочка взяла себе картошку фри-соусом. Спать уже хочется. Спать хочется. Сегодня брови чуть-чуть по-другому нарисовала. Видите, как здесь посветлей, как растушевка. А здесь потемнее. Вот такая вот форма. Вот сейчас ходила в туалет, в зеркало смотрю. И вижу, что здесь не докрасила. Вот такая вот форма. Как вам, нравится? Моя мышка с ногами прямо залезла. Все, уставать начинает. Дочь, вот на эту ложись штуку. Смотри. Любимая. Вкусно. Так, ребят, у нас первые покупочки. Милки вы. Там что, Алис, конфетки, да? Это не Милки. Милка, Милка. И зайку Лисюня выбрала. Смотрите, вот такого зайку. Это мальчик. Ну, это будет у нас на память о Краснодаре, о доме. Да, Лисюнь? Мальчик, зайчик. Мы, кстати, игрушки с собой не взяли. Я взяла Алисе только одну Барби. Темнокожую с цветными волосами. Так что, игрушки нужно покупать нам, да, дочь? Да. Так, ну, еще здесь небольшой сюрприз. Он вот в таком пакетике. А что там, вы узнаете через несколько дней. Потому что нас смотрит особенный человек, с которым мы будем встречаться в Бангкоке. Матрешка! Ты, Балтушка. Я не хотела говорить. В общем, ладно, там матрешка. Смотрите, какая. Вот это самая дорогая покупка из всего, что здесь есть. Покажи. 79 евро она стоит. Покажи, я не видела. Но она красивая. Да, Лиса? Вот она толстая. Она толстая, да. Это мамочка. Она реально красивая. Леша купил матрешку одну. Еще в Краснодаре. Но мне она не понравилась. Я ему говорю, Леш, давай в аэропорту купим. В аэропорту должны быть все равно, ну, какие-то другие варианты. Вот. И поэтому хорошо, что мы ту не взяли с собой, не потащили. Это очень красивое. Красивое. Как назовем? Красик. Давай Краснодар. Красик. Красик его будут звать. Да, он поедет с нами. Красивое. 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 Красивое.